Всем привет! Отвечаю на вопросы. Темы задаются, значит, голожаберные моллюски. Можно держать в аквариуме или нельзя, можно держать только зайцев, цыпрей и скутусы. Это я имею ввиду моллюски, в принципе, ну и улитки разные, любые. Есть улитки, которые размножаются в аквариуме, мелкие такие турбы маленького размера. Я их постоянно продавал, пока жил в Москве, они размножались, прекрасные. Здесь в Америке, кстати, пока я их не нашел, почему-то, трохусы, турбо этих полно, а вот этих вот маленьких таких нет. Касаемо улиток рассказывать не буду, это понятно, они все, по нашим предположениям, растительноядные, то есть едят нежелательные водоросли, приносят пользу, короче, причиняют добро и наносят пользу нашей системе. То есть аквариум меньше надо чистить. Голожаберники же не едят ничего из того, чего нам нужно бы, чтобы они ели. Они питаются в основном какими-то губками, некоторые виды питаются мягкими кораллами, некоторые виды питаются конкретно другими моллюсками, и некоторые виды питаются именно кораллами жесткими. Значит, сразу говорю, все вот эти разноцветные, цветные, всякие прикольные, супер яркие, проживут у вас максимум месяц. Плюс-минус неделя, обычно неделя вообще, в принципе, через неделю вы его уже не находите, то есть он уже куда-то делся, исчез, ну то есть они должны постоянно питаться, и цвет их обычно зависит от того корма, на котором они постоянно должны кормиться, то есть они не уходят, например, они на губке сидят, и все, если он на ней тусуется постоянно. Есть моллюсков находил, которые питались гаргонариями, есть моллюски, которые питаются вот этой вот, которые борются, все восьмилучевой коралл, обычная розовая корнулярия. Вот, и находили таких моллюсков, голожаберников, прикольные, они прям по виду такие же ветвистые в них, эти отросты на спине, они четко под нее, и вот сжрать ее, и там какие-нибудь клавулярию, короче, корнулярию они херачат, как по их виду понятно, они приезжали на кораллах как-то, в аргусе я видел, прикольный вообще такой фантастический моллюск. Вот, даже где-то фотография была его, первый раз такого увидел, и причем их на, по-моему, на вот этих вот, приехало штукой 4 или 5, то есть они такие конкретные, и они выедают этот коралл прям так хорошо. Ну, то есть такие товарищи для борьбы, у кого много корнулярии, типа, чтобы не травить ничем, они бы ее схерачили бы. Вот, находил цепрею, значит, цепрея питалась гаргонариями, цвет такой прикольный, у нее в пятнышко такое, как ромбики такие офигительные, яркие, оранжевые пятна, блин, прям вообще бомба, они есть, их даже кто-то предлагает из азиатов, как типа, ну, моллюск для аквариума, но питаются они гаргонами, они только гаргонарии хреначат, вот. Ну, я к тому, что есть, они в основном все, они узкоспецифичные по питанию, цепреи там, например, тигровая, может есть и водоросли, отлично, и ЛПС-кораллы хреначат, то есть, мягкоту они есть не будут, как правило, в аквариуме с мягкими кораллами, они, ну, может, что-то там подъедают, но незаметно этого вообще, то есть, вообще они нет, а вот в ЛПС-ах вы сразу заметите, выеденные там какие-то головы на акантостриях появятся, ну, то есть, из цепреи только один вид, который можно держать в аквариуме без опаски, там, что они будут жрать кораллы, это вот это золотое кольцо, Голд Ринг называется, у него такой маленький панцирь, они где-то, ну, сантиметров до трех я их видел, и такое, как колечко золотое на панцире, такой, как кружок. Вот, значит, следующий персонаж, это Скутус, черный такой, называют его замочная скважина, потому что у него черная мантия, он такой крупный, у него круглая черная мантия вокруг, и вот сам панцирь белый, ракушечка сама, и у него чуть-чуть раздвинута мантия бывает, и вот такой просвет белый, прям на спине, то есть, черное пятно, и белый такой просвечивается между этой мантией, вот эта полоска такая, напоминающая, как будто вы смотрите в замочную скважину, вот, назвали его так, вот, они хреначат ЛПС-ы, Контострии фигачат, там, какие-то фавии, могут выедать прям голову, там, за один раз смотришь, головы нет, думаю, ни хрена себе, кто это, еще раз, раз, потом, ага, Скутусы, друзья, Скутусы, как я понял, сам лично не видел, но они 100% размножаются в аквариуме, блин, чтобы не прокатить, как говорил один мой товарищ за пиздобола, не буду ничего гарантировать, но, по-моему, они ведь отвореныши живородящие, потому что у меня были 6 крупных Скутусов, и потом я начал замечать, что у меня появились еще маленькие, ну, то есть, ну, не было никаких там приходов, каких-то камней, там, в которых бы они проскочили, как-то я их не заметил, там, кораллы на плашках, на бетоне на этом приезжали, там, либо ЛПС, на которых, в принципе, там, вряд ли что, ну, то есть, до этого они не появлялись, после того, как я извел этих больших всех, я их попродавал, там, в рыбнике и в аквариуме с мягкотой, они больше тоже не появлялись, ну, то есть, явно это говорит о том, что эти моллюски размножаются, вроде как живородящие, почему, потому что, вот, реально, этих мелочей их не, они такие сразу, ну, то есть, от сантиметра размером, крупные, и вот там, один-два появляются, левые, ну, то есть, как будто, они там, по одному или по два, там, ну, по три их там откладывают, эти, хрен знает, как они, в общем, фиг знает, понятия не имеют, это надо изучать, мне это неинтересно, короче, эти товарищи ненадежные, жрут ЛПС, и поэтому про них мы не разговариваем, в принципе, остальные, все цветные, сто процентов, жрут или губки, или мягкие кораллы какие-то, или ЛПС, и, скутус, например, может, там, слизывать юбки, там, краешки мантипором, схерачивать, на окрах, то же самое он может, там, у меня дигитаты, они прекрасно фигачили, объедали эти мантипоры, дигитаты, внизу, то есть, они не наносят такого огромного урона, он просто слежит вверх, неглубоко, потом смотришь, там, через неделю уже коралл восстанавливается, ну, то есть, он не выжирал прям наглухо, но вот оканы, они прям выедали начисто всю голову, такие друзья, поэтому, вот, та же хрень с цепреями, то есть, тот же самый, вот, я имею в виду, тигровые, там, всякие, вот эти, кроме аннулариса, цепрея, золотое кольцо, ее называют, вот, и все, наверное, то есть, про моллюсков, стромбусы, какие-то там, эти полезные, друзья, они там, в какой-то степени, копают песок, хотя многие, конечно, преувеличивают их значение, в перекапывании песка, говорят, у меня стромбусы, типа, песок рыхлят, ну, да, я говорю, одень, я говорю, у тебя все время, думаю, один там, в одном углу, другой в другом, то есть, этот в одном углу рухлить, а тот в другом, а все остальное, конечно же, они могут переползти, где-то закопаться в другом месте, но, это не те, кто копает песок, вот, то есть, нету таких друзей, которые бы рыли песок, ну, есть креветка такая прикольная, у меня есть видос, старый, посмотрите, там, как же, блин, креветка помощник, или что-то, короче, такое, она оранжевая, там, на этой, на картинке, я ее в руке держу, вот такая вот креветина здоровенная, классная, красная, такие оранжевая, вот, как вареный рак цветом, бомбическая вообще, вот она реально роет песок, вот, блин, я хочу здесь, в Америке их найти, она реально копает песок, просто она закапывается, одна морда торчит, глаза, потом выкапывается, пошла, там, переворачивает все камни, кораллы перекидывает, блин, кверху жопой, если нет, ну, все закреплено, то, и там песок, то, соответственно, она начинает рыхлить песок, то есть, выкапывает все из песка, остатки корма, ну, то есть, такие чистильщики, офигенные, даже название, как-то я их находил, давно было, вот, посмотрите видос, вот эти креветосы, привозил мне их, Толик, Анатолий Рифмакс, друг мой, Толик, привет, вот, вообще, бомба, вот, такие помощники, они вообще офигенные, ну, если я же говорю, она что-то стоит на песке, или на дне, не закреплено, это все будет переворачиваться, 20 раз в день она будет проходить, и просто переворачивать все это, и там вот видосик есть у меня, где она этим занимается, просто такие куски камней, блин, в два раза больше, чем она, она переворачивает их, нефиг делать, ты только их расставил на место, она здесь же, прям вот, последом за твоей рукой идет, и обратно их переворачивает, и выгребает из-под них детрит, какие-то остатки корма, ну, то есть она поднимает что-то, и оттуда выгребает свои лапками, такими, как эти у нее, грабли маленькие, выжирает все, что там есть, ну, такие они, детритофаги какие-то, или я не знаю, ну, вот, вот она прикольно роет, еще, значит, хорошо копают ежи, клепастеры, тоже прикольные звери, такой, как лопата, его называют еще сендолар, но на самом деле, это не они, то есть, многие пишут сендолар, какой нахер доллар, доллар, это лаганум-лаганум называется он, он круглый, а этот овальный клепастер он идет, я не помню, как у него название там правильное, но я помню точно, что клепастеры, и мы их называли всегда клепастеры, с такой ромашкой на спине, он считается морская звезда, и в то же время морской еж, почему еж, непонятно, иголок нет, почему звезда, тоже непонятно, потому что нет вот этих у него лучей никаких, ну, короче, вот так вот как-то, растут они такие, бывают с ладонь, такие вот с пальцами, огромные, ну, в основном, они вот так вот, где-то сантиметров, там, 7-8, вот и все, ну, то есть, понятно, да, что улитки, те, которые стандартные, все, что вы видите, все такое, какое-то мегаинтересное, красивое, необычное, это все социально, для наших морских замкнутых систем, они сожрут вам там больше, чем принесут пользы, и, в общем, что, чем ярче, тем, короче, нежелательнее, в плане моллюсков, есть еще один интересный моллюск, значит, которые питаются, они такие синие, вернее, черные, с синими, такими вдоль, перламутровыми полосочками, их часто предлагают, их полно, всегда, и здесь, в Америке, был, видел, на фермах, они есть, ну, я знаю, что это ерунда, эти моллюски питаются исключительно планариями, то есть, они едят планарий, не коралловых, которые на кораллах сидят, они их найти не могут, поэтому, они жрут от обычных планарий, вот этих, которые у нас там, эти рыжекоричневого цвета, фотосинтетики, там, и не фотосинтетики, вот, вот они их херачат, ну, даже сажали их в аквариум, где много планарий, даже видели, что этот моллюскик ест, то есть, все в порядке, все, начал есть, ну, вот, ну, давай, родной, дня 3-4, и его нет, исчез куда-то, куда они деваются, растворяются, блин, чтобы кто-то сожрал, они достаточно крупные, то есть, он такой, сантиметров, там, 2-3, даже сантиметра, крупные бывают, ну, 3, наверное, нет, 2-2,5 сантиметра, такого размера, они, по максимуму, питаться им никто не будет, потому что они токсичные, так как они жрут, вот, этих планарий, ну, то есть, мягко говоря, они невкусные, губанны, чтобы какой-то сожрал, их там, ну, тоже видно было бы, что он там трепает, потому что проглотить он эту тварину не сможет целиком, ну, вот, они просто куда-то исчезают, то ли с голоду дохнут, и быстро как-то съеживаются, и зажимаются там, разлагаются, и все, поэтому не тратьте деньги на всю эту ерунду, пускай эти красивые животные остаются в море, и там им и место, а у нас вот улиточки какие-то, прикольные там, ну, которые там, без всяких фантастических раскрасок, типа, конусов каких-то, они прикольные, но он закапывается все равно, он хищник, он охотится, он ядовитый, там еще какие-то у него нюансы, есть улиток других жрет, то есть, нет смысла выбирать чего-то из моллюсков покрасивее, старайтесь выбирать то, что попрактичнее, вот, начал тему, что у них окраска под то, что они едят обычно, то есть, или губки, или кораллы, какие-то маскировочные формы, какие-то странные выросты на них, вот, у нашей, что мы хотим, чтобы они ели водоросли, как выглядят водоросли, это серое, зеленое, неприглядное говно, вот, примерно точно так же должны выглядеть те улитки, которые будут питаться этими водорослями, чтобы они могли просто сидеть на этих водорослях, и не были заметны там, для каких-то хищников, вот, именно такая у них окраска, вот, как-то так, поэтому не ищите там, если вы увидели какой-то интересный моллюск, то это, скорее всего, сдохнет он от голода, через какое-то время, вы можете его, конечно, приобрести, там, посадить, понаблюдать за ним, но прикольный, да, так, по большому счету, нифига от них, такой пользы вы не дождетесь, а вред это 100%, чего-то они, короче, будут жрать такое, что вам совсем не понравится, или просто сдохнет с голоду, и вы просто даже не успеете там на него полюбоваться, я как-то привозил много разноцветных, там всякие полосатые, эти тигровые, там вариантов, наверное, с десяток, я их привозил разных, покупали их, помню, я их продавал там от 500 до 1000 рублей, что-то такое они были, по-моему, по 1000 все-таки, вот, то есть они такие, спросом пользовались, их покупали, потом я уже принципиально перестал их привозить, потому что повозился сам, ничего не получается, в маленьком отсадничке, если вы его посадите, или куда-то в миник, то, как ни странно, проживет дольше, чем вы его посадите в большой аквариум, я не знаю, с чем это связано, но всегда в большом аквариуме, день-два максимум, потом вы его просто не видите, прикольные есть такие еще здоровенные, вот такие красные, испанский танцор он называется, если его там подбрасываешь в воде, он начинает так вот извиваться, и этот, как юбка у испанской женщины, там и такими этими, вот, прикольная хреновина, но он забавный, только когда он плавает, и тоже питается он какой-то мягко, если я не ошибаюсь, или губки вообще херачит, то есть он не травоядный, ничего от него хорошего не получите, прикольно он выглядит, только когда плавает, а плавает он только во время стресса, то есть когда кто-то там, чего-то там из рыб, его потревожил, он там оторвался и поплыл, то есть переплыл, ну, в общем, вы если увидите, что он плавает, то это будет там, может один раз за неделю, которую он у вас проживет, а потом он просто исчезнет, как я говорил ранее, ну, вот и все, как-то так, всем пока!